я отвечу на пару вопросов один из них вот интересно как влияет игра на глюкофоне на работу мозга особенно для возрастной категории людей давай пару слов просто скажу я там же и про моторику собственно есть два аспекта но один это эмоциональный взаимодействие с музыкой со звуками до сам звук глюкофона это волна определенной характеристики то есть вот все все инструменты звучат по-разному там скрипка она резкая она там создает такой звук скрипучий там не знаю гитара она такая звонкая глюкофон это это за счет того что у каждого инструмента своя тембральная характеристика вот который уже от физики строится у глюкофона звучание мягко обволакивающее обволакивающее да это за счет того что такая характеристика волны и исследование сейчас конкретно в этой области нет но можно немножечко сравнить да там через сравнение с примеру поющими чашами потому что поющие чаши исследовали и вот у них тоже звук похоже там вылакивающий его как волна взаимодействия с нами с нашим организмом он оказывает вот такое вот как бы расслабляющее воздействие вот именно за счет своих характеристик то есть у нас не будоражит там не будут с этой резкостью звуков это можно просто ощутить то есть нам я вот недавно пример такой приводил сравнение это как не знаю как по миру сладкий вкус то есть ты знаешь что он сладкий и тебе можно его исследовать как бы там разобраться с научной точки зрения но ты понимаешь это можно как бы все изучить и мы хотим этим заняться прям направлением но можно как бы просто на ощущениях понять что этот звук меня расслабляет и меня от него хорошо он он долгий он продолжительную не резкий он мягкий он как облачко такой хорошо второй аспект как искал это эмоциональные взаимодействие с музыкой с теми звуками которые ты извлекаешь если они тебе близки у тебя есть одно наше восприятие музыки это когда мы музыку слушаем другое когда мы ее воспроизводим еще слышим обратно и вот когда мы например сами играем у нас в системе как бы работу такое замыкание мы сами это сыграли сами это услышали и это как бы сам он наше самовыражение и здесь включается что мы можем выразить себя эмоционально можем выразить себя ритмически и это можно сравнивать не только с музыкой а в принципе с таким понятием как терапия которая вообще работает самовыражением будь то через рисунок через танец высвобождение эмоций то есть вот вот сейчас не хочется прям глубоко туда наверно уходить про эту тему вот реально сделать эфир кому интересно чтобы пришли потому что тема очень очень интересная но суть в том что ты самовыражаешься и это способствует изменение твоего состояния и третий аспект это моторика и развитие полушария мозга то есть если мы говорим как это конкретно с мозгом связано это связано через моторику через координацию рук которые включены в работу на эту тему есть много исследований про музыкантов которые просто играет на разных инструментах и но есть прям вот конкретное исследование что мозг музыканта отличается от мозга человека обычного который не играет музыку потому что музыкант не человек отличая отличается он связями нейронными связями в головном мозге то есть какие-то области больше связаны между собой за счет координации и отличается он просто активностью в определенных долях мозга за счет того что происходит вот работа мелкой моторики но это тоже может быть не только через музыку это может быть через работу любую другую но музыка чем прекрасно что не знаю ты можешь делать вот такие упражнения там на чем угодно но когда ты их делаешь на глюкафае ты еще и классный звук получаешь еще и самовыражаешься еще и расслабляешься ну то есть вот эти все аспекты такое завихрение фух я вот сейчас мурашках сижу на самом деле тема она очень но у меня созвучно мне интересно про нее говорить и изучать ее я вам читаю книжки у меня ну есть такой интуитивный опыт в этой сфере ну то есть интуитивной с точки зрения того что мы проводили занятия со взрослыми спределить занятия с детьми я на себе как бы прочувствую какие-то взаимосвязи какие-то упражнения делаю но им от и моторика да как работает и эмоционально там это дтп но есть синдром самозванца который мешает ну как бы рассказать об этом людям сказать что ребята это вот так все работает делайте вот это и будет вам там вот это счастье вот и я пошел в изучение в общем с научной точки зрения и вот сейчас изучаю книги смотрю фильмы собираю информацию которые дальше хочу уже рассказывать там делиться с вами снимать какие-то ролики короткие большие ну то есть что-то подробно рассказывать возможно удастся с кем-то познакомиться и сделать уже конкретные исследования по как например просто участки мозга работает там при игре на глюкофоне ну то есть для меня с одной стороны это понятно что она будет работать так же как при игре на гитаре плюс минус но хочется все-таки это пристегнуть именно глюкофону потому что многим людям важно вот это подтверждение как бы более четкая ну и на самом деле это интересно но с другой стороны скажи человеку что такую пользу имеет музыка возьми его научись на гитаре но человек не будет учиться если только сильное желание есть на глюкофоне пожалуйста сейчас я хотел немножко дополнить еще про взрослых вот эту вот историю с моторикой там и т.д. и т.п. и в общем вкратце просто скажу из тех исследований которые я уже изучил есть два аспекта первый это музыкой рекомендуют заниматься с детства людям потому что в детстве начинать но это вообще все легко дается и происходит быстро процесс развития и это помогает других сферах то есть за счет того что это координация на включать мозг за счет того что ребенок учится слышать разные звуки и сравнивать их то есть звук ниже звук выше там такой секой такое интонирование это развивает в нем способность различать детали и это потом переносится в другие сферы жизни но в музыке это интересно ты это создаешь но если это еще особо особо подано то есть я я много знаю людей кто музыкальной школе там учился и это для них было определенная ката когда такая вот они хотели одно получали другое но вот с точки зрения там не знаю глюкофонов или хороших преподавателей кто с любовью к этому подходит и может быть так вне системы я бы сказал это очень полезно и вот об этом очень много рассказывает татьяна черниговская вот ее я много слушаю она известный нейробиолог и вот она очень много и музыку изучает рекомендую ее послушать и для взрослых она говорит что если вы занимаетесь музыкой там вообще с детства не зале в каком-то возрасте начинает это помогает отдалить вот такой синдром болезнь деменция болезнь альцгеймера то есть которая связана непосредственно тоже с мозгом с его работой то есть когда у нас там память отключается какие-то участки начинают расинхронизироваться такое происходит за счет того что наш мозг не участвует какой-то работе в течение жизни мы можем не знаю заниматься много спортом но не уделять время там на чтению музыки там и т.д. и т.п. и за счет этого у нас развита вот одно второе третье а вот эти области отсутствует их старости они как бы так скажем чувствуют себя ненужными отключаются если мы занимаемся этим регулярно то это просто нам помогает а вот это вот ну миновать этого это есть прям статистика такая что музыканты не ну у них меньше в общем возникновение таких вот болезней синдромов там типа деменции до деменции болезни альцгеймера да но я знаю это связанные болезнь на самом деле тоже изучал то есть деменция это уже как бы распад уже определенная эта степень там следующая а начинается все с болезни альцгеймера но стало быть для возрастных людей внутри пожилых да потому что не очень понятно какая категория людей является возрастными какой возраст но тем не менее глюкофон и занятия на этом инструменте могут стать поддерживающей силой то есть вряд ли они будут работать на развитие но допустим поддержать эти навыки он способен и упражнения которые есть на глюкофоне я думаю да тут мне не хочется как бы на этой теме спекулировать там на как я говорил там говорит что вот делайте это и будет вам там результат но это по моим ощущениям это в любом случае нас будет продвигать по тем хотелось бы об этом общем говорить когда будет какая-то там подтвержденная информация и уверенность в этом чтобы просто ну не создавать каких-то волнений там в умах вот но если люди которые этим действительно пойму что там ну ладно гитару может быть брать в возрасте уже там не очень хочется там что-то с ней разбираться вот глюкофон взять и поделать и на нем чисто вот эти упражнения как они называются не нейрогимнастику такой на глюкофоне это и приятно и полезно и вот развивает эти участки в общем и время классно проводишь еще научился что-то играть в общем такая тема поэтому сейчас могу только порекомендовать действительно изучать профессионалов ученых которые об этом говорят и а к нам обращаться уже непосредственно за помощью там в подборе инструмента под задачу но однажды я думаю мы сможем поделиться тоже исследованиями какими-то тут как раз есть вопрос